всем привет сегодня поговорим о том как скачать linux min sonomon 17.2 чем скачать откуда чем проверить чем записать на флешку и так под любым моим видеороликом и старыми и новыми всегда есть вот такая ссылочка мой блог идете на мой блог и вот здесь вот можно зайти в мою кладовочку на мега раньше был google drive но я поменял потому что мега она гораздо больше по размерам идете вот сюда в через sync и скачиваете вот эти два файлика команды и видео . ctb или ctb и установочный файлик для windows черри 3 035 9 значит можете поискать по гуглу найти более свежую версию но вот на сегодня на 11 июля это самое 2015 года это самая свежая версия я только что я скачал и закинул к себе на кладовочку чтобы у не болела как скачать пожалуйста на велику сор на команды видео правой кнопочки мышки нажали и будет download или там по-русски там загрузить пошла загрузка то же самое с файликом черри 3 download вот таким вот образом файлики маленькие там буквально 33 мегабайта качается практически ну очень быстро вот они у меня уже все скачались ну я перед этим скачивал поэтому заморачиваться не буду просто показал как это дело делается дальше обычным файловым менеджером открываете значит папку загрузками и вот в начале ставите на программу черри 3 программу черри 3 запускаете через нее находите файлик команды и видео сейчас покажу вот допустим мы взяли открыть файл пошли загрузки вот файлик команды видео открыли его вот у вас этот файлик вот вот практически и все что вам нужно дальше не нужно будет никакого ручного набора команд или поиск искать в интернете там что то такое первое значит в начале нужен хороший бесплатный загрузчик файлов для винды значит он находится вот по этому адресу я так просто ссылочку написал ну и спрятал ее еще за название менеджера называется free download менеджер бесплатный менеджер загрузок вот идете на него вот уже стоит на вкладочке загрузки нажимаете на загрузить загружаете последнюю версию ставите ее и как говорится в ней значит в этом менеджере загрузок сейчас я посмотрю у меня еще значит я по-моему еще в установках в расширениях ну-ка посмотрим есть что-нибудь по нему вот он еще мне предложил поставить в google chrome себя я согласился сделал чтобы он мог у меня захватывать ссылки и все практически значит но даже если что-то будет непонятно мне не разберитесь как поставить вот это расширение скопируйте ссылку вставите в него и будете качать пошли дальше значит качалку файлов поставили теперь значит выбираем дистрибутив linux mint то есть все видите идет через файлик черри 3 вам не надо ничего никуда там бегать пожалуйста вот linux mint 17.2 там rafaelo выбираете значит или ценамон или made и версию тридцати двухбитную или 64 например нажали вот это вот торрент а это качалка значит она качает и торрент файлы но качает так же и обычные значит файлы выбираете к себе что-нибудь поближе для россии вот пожалуйста команда яндекс значит дает можете значит скопировать адрес ссылки затем значит можете запустить вот этот менеджер загрузок и он сразу уже спросит где там сохранить вот в папке загрузок нажимаете окей вот он стоит вам значит остается только нажать на кнопочку на зеленую загрузить и он вам начнет загружать этот файлик вот без разницы он грузит вот чем он хорош он грузит и обычные файлы но также он грузит и торренты то есть если вы допустим нажали вот сюда на торрент он тоже попросил бы вас как говорится просто он сохранили вот видите два варианта получается любой качалка великолепная работает быстро хорошо так что вот рекомендую дальше значит вот файлик вы значит сминта загрузили с качалкой скачали значит нужно его проверить тут несколько вариантов проверки самый простейший вот вот программка опять таки значит находится она вот здесь вот берете ее значит так вот вниз пробегаете вот нажимаете на download скачиваете ее разархивируете запускается она сразу без установки выглядит вот таким образом вот вот я значит здесь указал путь в загрузках где у меня скачался Linux Mint а контрольную сумму значит я взял к нему вот отсюда вот она посмотрите вот она я взял ее скопировал вставил вот сюда и нажал верифицировать видите написано словечко матчет то есть совпадение все образ скачен нормально корректно значит можно чем я частенько еще проверяю значит делаю еще через виртуальную коробочку тут путь несколько как говорится подольше ну там настраивать надо но тем не менее зато он показывает как вот загружается все это нормально то есть еще до записи на флешку вы проверяете этот образ там смотрите можете поиграться там с настройками и так далее ну без разницы как вам нравится вот образ грузится нормально все в нем как говорится крутится шевелится значит ну а коли так так что тогда тут голову ломать значит его можно брать и записывать дальше значит для очень быстренькой проверки я пользуюсь вот этой программкой еще она чем хороша она может проверять как изо образы так она может проверять и флешки вот это ее особенность значит кликайте вот сюда попадаете значит на официальный сайт и вот здесь вот надо посмотреть внимательно надо вот так пробежаться вниз и вот найти позднейшие стабильные версии и вот это вот стабильную версию позднейшую значит вот берете к себе там и загружаете и у вас будет и у вас будет последняя версия она устанавливается программка хорошая как работает вот смотрите у меня даже вот не последняя версия загружена но все равно вот смотрите я запускаю эту программу и в ней значит вот есть такая опция загрузить изообраз сейчас используя коимую эмулятор открываю соглашаюсь окей и я не жду когда она полностью загрузится потому что вот самое главное коли уж она начала уже как говорится загружаться так она и загрузится а так тут можно ждать очень долго пока там она загрузится не загрузится это скажем так для быстрый ориентировочной проверки изообразов работает работает нормально нормально значит пошли дальше теперь значит программы для записи на флешку то есть мы образ скачали проверили его можно записать юмиком мне юмик нравится потому что если флешка больших размеров то на эту флешку можно там и 3 и 5 различных операционных систем записать последняя версия юмико пожалуйста находится вот здесь опять таки находясь в программе черри 3 у вас все ссылочки под рукой вот вы берете и значит вот версия последняя 2.0.18 а у меня вот здесь 2.0.17 то есть я могу допустим нажать на нее и скачать себе допустим последнюю версию вот таким вот образом значит что мы теперь сделаем теперь значит мы запишем этот образ на флешку 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 сейчас посмотрим вот у меня флешечка вроде бы как есть сейчас мы еще и свойства на всякий случай посмотрим да 3.7 она самая вот мы на нее сейчас нажмем форматировать пусть она нам отформатирует быстренько все это дело пишет что уже сделано ну и прекрасно и теперь значит запишем этот образ на флешку ну можем даже и и новые программы записать какая разница 2.0.18 то есть она тоже не требует никакой установки сразу запускается и вперед из песни значит выбираем вот у меня там 37 гигабайтов было флешечка образ у нас полтора гигабайта здесь значит я выбираю mint вот а здесь выбираю дистрибутив вот оно тут еще можно сделать кладовочку чтобы там хранила всякие там изменения ну можно выбрать даже там я обычно убираю там до 1 гигабайта и этого хватает тогда еще значит на этой флешке будут храниться там всякие изменения вот нажимаете значит на create соглашаетесь и процесс пошел ну пока значит программа делает кладовочку на нее уходит обычно раз в два больше времени но она позволяет сохранять изменения вот здесь вот я немножечко расскажу вот о программке черри 3 видите сама по себе программа очень маленькая причем она работает и на винде и на линуксе поэтому можно поставить файлик на синхронизацию на любое хранилище я обычно делаю это синхронизацию через мега вот и он у меня все это дело синхронизирует и когда все синхронизировано пишет вот up to date обновлено вот практически и все значит дальше вам никуда не нужно бегать потому что вот у вас все здесь самое необходимое для того чтобы находясь на винде скачать дистрибутив и откуда скачать и чем скачать и чем проверить и чем записать и вот когда флешечку сейчас запишем этой же программкой вот которую я уже показывал и как она может из образа проверять и ей же мы проверим и флешку это вот одна из таких вот классных программ которая позволяет быстренько на вскидку определить будет работать записанная флешка или нет уже во второй части значит я покажу как записать с флешки linux mint на любой раздел жесткого диска что мы для этого можем сделать вот она уже пишет что все сделала значит сделала она это довольно таки быстро 6 минут а тут 7 минут она делала все это дело теперь быстренько на вскидку проверяем саму флешечку вот она тут сразу показалась 37 гигабайта нажимаем на кнопочку тест нажимаем на окей соглашаемся если значит окошечко у нас там покажет что она там грузится то значит вот идем в дистрибутивы linux нажимаем на linux mint вот если там дальше побегут там эти командочки и так далее ну значит практически ну побежали все мне уже дальше не надо ждать чтобы она загрузилась можно и полчаса ждать а так если команда начала принимать значит флешка записана правильно и теперь значит наша следующая задача значит установить с флешки на любой раздел жесткого диска по как говорится нашему волеизъявлению операционную систему linux mint единственным можем что посмотреть какие требования у мента требования минимальные а вот здесь похоже где то должно быть а вот вот минимальные требования 512 мегабайт оперативки ну для комфортабельного использования рекомендуют 1 гигабайт 9 гигабайт значит минимум 20 гигабайт для комфортного использования графическая карта там чтобы долговала по крайней мере там 800 на 600 лучше конечно 1024 на 768 вот ну и подбежка USB 9D Drive я практически там DVD уже там лет 5 или 8 не пользуюсь поэтому для меня это скажем так не актуально вот практически и все требования так что теперь значит мы перейдем к записи с флешки к установке с флешки на жесткий раздел на раздел жесткого диска итак мы записали Linux Mint 17.2 на флешку теперь посмотрим порядок установки так ну вот я такой фон выберу чтобы системная информация получше видна вот посмотрите на жестком диске значит у меня 1.89 используется 3.53 всего значит 1.54 заняла сама сборка винта вот таким вот образом теперь будем ее записывать на жесткий диск компьютера перед этим значит я зайду найду программочку Gparted вот она и при помощи этой программы я значит у себя на жестком диске выберу куда мне поставить новенький ценамон ну ну вот у меня значит старенький я сейчас просто напросто возьму и переформатирую его виды ну я люблю расширение extension 3 потому что оно хорошо видно не только при помощи этой программки но и сокронис ну вот практически видно что у нас диск абсолютно пустой сейчас мы ему просто-напросто изменим название ценамон нажмем нажмем применить нажмем вот практически у нас раздел жесткого диска размером 100 гигабайт готов к приему новой операционной системы новой сборки минта 17.2 вот здесь написано linux mint 17.2 рафаэла ядра дано новенькое все как полагается ну и теперь нажмем на кнопочку установки язык давайте выберем русский язык нажмем на продолжить продолжить да он сообщает что как минимум 10 гигабайт необходимо иметь для установки желательно подключение к интернету но не обязательно когда поставить потом можно подключиться тут без разницы вот здесь я выбираю другой вариант нажимаем на кнопочку продолжить ну вот несмотря ни на ни на что значит вот мы сюда и будем его ставить значит нажимаем на кнопочку change здесь выбираем extension 3 форматировать делаем точку монтировки указываем нажимаем нажимаем на кнопочку окей нажимаем на продолжить и вперед из песней я все таки больше доверяю тому что значит у меня там сообщил gparted потому что я в программе gparted я форматировал пятый раздел поэтому сейчас просто-напросто ждем то когда эта кнопочка установить сейчас из обесцвеченной станет цветной вот она стала цветной нажимаем установить сейчас выбираем себе любую зону хоть владивосток хоть москву ну я выберу здесь нажимаем продолжить раскладку клавиатуры выбираем русскую нажимаем продолжить я всегда делаю короткое имя пользователя и пароль и делаю их одними и те же юзер объясню почему потому что при доводке до ума и разных настройках каждый раз просится пароль и набирать там 8 там 12 значный пароль ну скажем так довольно таки утомительно а так у вас короткий пароль установите систему настроите все необходимые программы а потом поменяете пароль на более длинный без проблем нажимаем кнопочку продолжить и ждем когда закончится установка и так мы загрузились на жесткий диск сейчас я нахожусь на жестком диске это легко проверить вот таким вот образом сейчас я только фон сделаю вот посмотрите 17.2 рафаэла и ядрышко самое последнее 3.16 на диске у меня 98 гигабайт 88 свободно в следующем видео уроке я уже буду рассказывать как производить самые различные настройки только что только что установлено вами минта по по вашему вкусу и усмотрению и усмотрению в следующем в следующем в следующем